Беспрецедентное спасение. Еврогруппа объявила о финансовой поддержке Кипра в размере 10 миллиардов евро. Но взамен требует выполнить крайне жесткие условия. Ликвидировать один из крупнейших банков и еще один реструктуризировать. Чем островной кризис грозит России? Репортаж Дарьи Тарасенко. Киприоты, похоже, доведены до точки кипения. Люди бунтуют против драконовских мер со стороны правительства. Банки закрыты уже неделю, счета заморожены. Снять деньги невозможно, а наличность заканчивается. Знак протеста киприоты сжигают на площади флаг Евросоюза. Правительство объявляет режим чрезвычайного финансового положения и просит у Европы помощи. После долгих переговоров Еврогруппа объявляет, они выделят 10 миллиардов евро. Но Кипр должен выполнить несколько жестких требований. Например, обложить счета налогами. А это противоречит главному правилу неприкосновенности вкладов. То Евросоюз принимает решение обложить вкладчиков, а это означает, что вкладчики Португалии, Испании, Греции трепещите. Вы знаете, что такой механизм может быть к вам применен. Раньше никогда такого не было. И в основном, как правило, списывают кредиторы, которые кредитуют эту страну. Или банки, или государства. Не секрет, что на Кипре хранят деньги многие российские бизнесмены. Накануне сам Путин признал, что там есть и средства госструктур. На Кипре зарегистрированы дочки ВТБ, Промсвязьбанка, Альфа-банка, а также многих других. Крупнейшая угольная компания СОЭК тоже принадлежит кипрской фирме. Там же зарегистрирована и компания бизнесмена-политика Михаила Прохорова. Но он уверен, преодолеть кризис российские предприниматели сумеют. Соответственно говоря, помочь надо хорошим, а плохие банки должны быть не делом. Это то, что было сделано, наверное, в Америке в 2008 году. В России в 95-м году у банковских недель, в 98-м, в 2008-м были проблемы у банков. Тем не менее, устояла банковская система. Я вам больше скажу, именно у России есть уникальный банковский опыт. Однако многие эксперты считают, как бы Евросоюз не пытался стабилизировать ситуацию, механизм уже запущен. Волна кризиса пойдет и дальше, потянет в долговую яму другие страны еврозоны. А пострадает при этом вся мировая экономика. Думаю, главная опасность, то, что проблема Кипра может представлять разрастание финансовой, банковской, долговой проблемы Европы, что в конечном итоге может сказаться на... Ну, когда процент не так уж и важен, важен принцип. Ведь наружен самый базовый принцип. Это сохранность депозитов в здоровых банках, который никогда не нарушался ни в одном кризисе. Ни при российских кризисах, ни при американских, ни при общемировых. На самом деле, впервые. И чем все это закончится, пока не берется говорить никто. Но то, что многие бизнесмены, в том числе и российские, понесут серьезные убытки, это факт. А значит, пострадают и обычные люди. Чтобы сократить потери, предприниматели вполне могут урезать зарплату и премии. Можно говорить о том, что туда выходили криминальные деньги, криминальные капиталы. Но, с другой стороны, если люди заработали какие-то деньги, скажите, где их можно сохранить. Не приумножить, а хотя бы сохранить. В России это невозможно. При нашем уровне инфляции, при нашей нестабильности. Поэтому вводили на Кипр. Людей жалко. Финансовую помощь в размере 10 миллиардов евро Кипр начнет получать в мае. Транши будут перечислять ежеквартально. Уже завтра в стране заработают банки. Но именно тогда ситуация может усугубиться. Люди уже не доверяют банковской системе и наверняка будут полностью обналичивать свои счета. Дарья Тарасенко, Сергей Тебеньков. Новости ТВК.